Добрый день, друзья! Приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Сегодня мы будем говорить о рынке жилой недвижимости города Днепр. Традиционно будем говорить о первичном и вторичном рынке, поговорим о колебаниях и тенденциях. В конце я постараюсь вам очень просто рассказать о том, что теоретически может произойти с рынком недвижимости в 2022 году, естественно, в городе Днепр. Смотрим подготовленный мною материал, переключаясь на слайды, традиционно будем опираться исключительно на статистические данные. Итак, перед вами карта города Днепр в разрезе административных районов. Мы видим, что за период исследования, это у нас сентябрь-октябрь 2021 года, это колебания, напомню вам, краткосрочные процессы, которые мы наблюдаем на рынке жилой недвижимости. Мы видим, что за этот период наибольше всего подорожало жилая недвижимость в Амур-Нижнедепровском районе плюс 2,33%, что в абсолютных цифрах 570 долларов за квадратный метр. Напомню вам, что мы сейчас говорим о классе социальное жилье, то есть это жилье, которое было построено в период Советского Союза, то есть это жилье с изношенной достаточно инфраструктурой, жилищно-коммунального хозяйства. И вот такие сумасшедшие цифры, мы наблюдаем рост месячного в именно этом классе жилья. Ну и меньше всего подорожала жилая недвижимость мы видим в центральном районе 672 доллара в абсолютных цифрах плюс 1,66%. Давайте попробуем разобраться, что происходит. Ну мы продолжаем говорить о классе социальное жилье. Здесь есть классификатор, можете прочитать технические характеристики этого класса. Также вкратце, кто не хочет читать, могу сказать, что это вот здесь даже есть подсказка. Жилье построено в период с 1950 года по 1992 год, прошу прощения, и оно отличается от других классов. Как я уже говорил, изношенной инфраструктурой, там порядка 80% жилищ, это структура, структура, которая обслуживает данное социальное жилье, то есть структура жилищно-коммунального хозяйства. И соответственно небольшими площадями жилой и общей площадью. Мы видим, что в октябре месяце средняя стоимость по этому классу достигла 598 долларов за квадратный метр, что показало нам, как я уже говорил и говорю, на протяжении, наверное, 5 месяцев фантастический рост в месяц плюс 2,05%. Ну, чем это закончится, мы, в общем-то, поговорим в конце видеоролика. А следующим слайдом мы с вами будем разбираться, что происходило с квартирами, которые относятся к классу эконом, комфорт, бизнес. То есть в выборку попали три класса. Вот здесь мы видим среднее арифметическое число по трем классам. Также вам напомним, кто не хочет читать, вот здесь классификаторы есть, что эти классы были построены в период самостоятельной независимой Украины, они отличаются от социального жилья, большим метражом общей жилой площади, естественно, более развитой инфраструктурой, ну и, конечно же, более комфортными условиями проживания. Мы видим, что в октябре месяце средняя стома с квадратного метра достигла, вот здесь видим, 833 доллара за квадратный метр и показала. Также, друзья, фантастический рост плюс 2,46%. Ну, почему я говорю всегда фантастический или неадекватный? Представьте себе любого финансового учреждения, которое за ваши кровные заработанные деньги, допустим, доллары, которые вы положили, дает вам по 2% в месяц. То есть, если очень линейно и просто тривиально рассматривать данную ситуацию, мы можем 2% умножить на 12 месяцев и получим, в общем-то, 24% годовых, что, в общем-то, является абсолютно неадекватным, так сказать, пониманием ситуации. Поэтому, к сожалению, еще раз повторюсь, мы видим вот такой неадекватный рост с квадратного метра. Следующим слайдом мы поговорим о первичном рынке. Первичный рынок – это квартиры тоже трех классов, эконом, комфорт и бизнес-класс. Мы будем говорить о среднеаритметическом числе. Я также напомню, что мы мониторим проекты с нулевой стадии, когда застройщик только, так сказать, вырыл котловал и обнес это все забором, до процентов 70 готовности. То есть, для украинского инвестора это самый, так сказать, интересный процент готовности с точки зрения прибыли, которую можно получить, если так повезет, и проект будет сдан в эксплуатацию, получите ключи и правоустанавливающие документы. Конечно же, выкладываться на нулевом уровне – это, в общем-то, еще раз повторюсь, интересно с точки зрения рискового украинского инвестора. И очень, и очень рискованно. Почему? Потому что мы знаем, что на сегодняшний день украинские банки, их там по пальцам одной руки можно посчитать, которые кредитуют первичный рынок недвижимости. Итак, мы видим, что в октябре месяце стоимость квадратного метра достигла 524 долларов, что на 1,95% больше, чем в предыдущем месяце. То есть это тоже, ну не просто много, это очень много. Также напомню, что первичный рынок продается за гривни. Для вашего удобства мы переводим гривни в доллары и, соответственно, показываем в одной валюте процессы, которые мы наблюдаем на первичном и вторичном рынке. Мы поговорили о колебаниях, это краткосрочные процессы, которые мы наблюдаем на рынке жилой недвижимости в городе Днепр. Ну а теперь поговорим о тенденциях. Перед вами такой интересный график-рисунок. Период исследования мы видим, что октябрь 2020 год, класс социального жилья 521 доллара в среднем по городу стоимость квадратного метра. И уже октябрь месяц 2021 год мы видим стоимость квадратного метра 508, 98 долларов за квадратный метр. Естественно, что в годовом измерении показало нам рост стоимости плюс 14,78%. Также мы вот здесь можем посмотреть. Мы даем индекс стоимости жилой недвижимости, это макроэкономический показатель. Единичка, запятая, 1,48%. Ну, для обывателя, конечно, проще оперировать процентами, то есть более понятно. Итак, давайте попробуем разобраться, что происходило с этим графиком. Немного ретроспективы, да. 2019 год здесь у нас не присутствует, но я вам напомню, что 2019 год прошел под знаком роста стоимости квадратного метра. В целом по Украине 5%, где-то больше, где-то меньше. И где-то до мая месяца 2020 года мы также наблюдали эту положительную динамику роста. И вот где-то в мае месяце, ну, это мы говорим про город Днепр, мы увидели, как мировой экономический кризис, который был вызван коронавирусом, да, ну, как этот кризис повлиял на рынок движимости Украины. То есть мы увидели незначительное снижение на протяжении там нескольких месяцев. Ну, здесь уже вот такие, видим, в октябре месяце по ноябрь и декабрь, то есть такая нисходящая диаграмма еще была. То есть мы видели снижение в стоимости квадратного метра незначительное на протяжении буквально там, ну, шести месяцев. И вот смотрите, что происходит с января 2021 года. Мы наблюдаем незначительный рост и последние пять месяцев просто галлопирующий рост в стоимости квадратного метра на вторичном рынке. Еще раз напомню, это класс социального жилья. При этом мы наблюдаем примерно похожие процессы и коммерческие недвижимости. Ну, вот давайте попробуем рассказать свою, так сказать, гипотезу. Это всего лишь предположение, чем это может закончиться и с чем связан именно вот такой в городе неадекватный, как я говорю, рост в стоимости квадратного метра на вторичном рынке и не только. Итак, мы живем, друзья, в глобальном мире и последние полтора года мы наблюдаем, как в соседней экономике европейских стран заливается вертолетными деньгами. Там было выпущено больше пяти триллионов евро, которые, в общем-то, экономисты стали называть, интересная такая дефиниция, вертолетные деньги. То есть деньги, не обеспеченные товарами и услугами, выпущенными товарами и услугами. И вот в США, который тоже совсем нам не сосед, но почему-то у нас на вторичном рынке в большинстве случаев продается за доллары, а не за евро, кстати, интересная ситуация. Так вот, в Америке ситуация с инфляцией достигла, в общем-то, больше пяти процентов, что наблюдалось только лишь в 70-х годах. И, естественно, было выпущено, напечатано вот этих вертолетных денег, десятки триллионов долларов. И вот в силу того, что экономики глобальны, мы видим, как эти деньги заходят и к нам в нашу украинскую экономику. Люди, у которых есть эти деньги, естественно, они что делают? Они пытаются сохранить от обесценивания деньги, в данном случае доллар, кто бы мог подумать. Вкладывая эти деньги, естественно, в недвижимость, отчасти они правы. Отчасти они правы. Почему? Потому что мы видим, что недвижимость растет на вторичном рынке, как и на первичном. Но это другая тема. Мы сейчас говорим о вторичном рынке. Так вот, смотрите, адекватный инвестор, он оперирует такими категориями, как не просто вложить деньги и сохранить их от обесценивания. Но он оперирует еще таким понятием, как получение прибыли от недвижимости, которая, в общем-то, может генерировать какие-то денежные потоки, приносить доход и, естественно, прибыль своему, так сказать, инвестору или хозяину. Поэтому мое предположение, как я сказал, мы будем наблюдать до конца года, наверное, еще сумасшедший такой рост. Но совершенно очевидно, мы в сентябре месяце заметили, что в большинстве крупных областных центров, а сентябрь месяц, напомню вам, для сегмента рынка недвижимости, это аренда, является таким всегда сезонным сезоном. То есть молодежь приезжает учиться в крупные областные центры, и где-то на 10-15% растет стоимость аренды. Вот мы впервые за много-много лет видели, что в областных центрах стоимость аренды не просто повысилась на 15-10%, а где-то осталась на прежнем уровне, а где-то и в каких-то областных центрах и снизилась даже. То есть это говорит о том, что доходность по жилой недвижимости достигла своего пика. То есть инвестор, который адекватный, он не будет вкладывать деньги в развивающийся, бурно растущий рынок недвижимости, там 2% в месяц, это сумасшествие, при этом не получив доходности, которую он может посчитать. То есть за эти же деньги можно приобрести в соседнем европейском государстве. Недвижимость жилую, естественно, получает большую доходность. Поэтому логика инвестора, друзья, она достаточно прагматична и понятна. Поэтому еще раз я повторюсь, я предполагаю, что мы увидим в конце первого квартала 2022 года, что вот эти процессы, связанные со стоимостью на вторичном рынке недвижимости, где все продается за доллар, пойдут в обратное направление. То есть мы увидим снижение стоимости квадратного метра. Итак, давайте поговорим сейчас, наверное, это больше будет относиться к первичному рынку. Такой последний слайд. Мы поговорим о внутреннем валовом продукте. Это макроэкономический показатель, который характеризует все процессы, которые происходит, или индикатор, который характеризует состояние экономики Украины. Это суммарный выпуск товаров и услуг, естественно, на территории Украины, за определенный период, который измеряется в гривнах. И вот так давайте мы сейчас сравним 2020 год с 2019 годом. Ну, напомню, что 2021 год еще не закончился. Поэтому у нас этих данных нет. Видим, что в 2020 году было выпущено товаров и услуг. ПВП составил 4 триллиона 259 миллиардов гривен, что на 3,9% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Запомните эту цифру. То есть мы видим, что в 2020 год было выпущено больше товаров и услуг. Вроде бы как это все нормально. Теперь следующий показатель – это основные показатели, которые характеризуют денежно-кредитный рынок. Это цифры, которые нам дает Национальный банк Украины. Мы также сравниваем 2020 год с 2019 годом. По факту конец года у нас в декабре видим. И вот смотрите, вот здесь денежная масса, в том числе наличные, это агрегаты М0, то есть деньги, которые находятся на руках у украинцев, в 2020 году в декабре достигло 1 триллион 850 миллиардов гривен, что на 29% больше, чем за аналогичный период 2019 года. То есть вспоминаем закон стоимости, который, друзья, никто не отменял. Видим, что товаров и услуг ВВП вырос на 3,9%, а денежная масса выросла на 29%. То есть мы наблюдаем явное увеличение, то есть количество денежной массы. То есть вот еще раз, вот такие весы – закон стоимости. Как только больше появляется денег, за эти обесцененные деньги все меньше и меньше можно купить товаров и услуг, рынок недвижимости является, в общем-то, таким же товаром, поэтому за обесцененные деньги можно все меньше и меньше купить товаров. Извините, постоянно приходится махать руками. То есть мы также печатаем достаточно много денег вертолетных, не так, конечно, много, как в Европе и как в Америке, но на это гривна, особенно на сегодняшний день, опять же, чтобы вы понимали, люди, у которых есть большие деньги, я имею в виду гривни, да, это, как правило, люди, которые сидят на потоках, там что-то пилят, да, но особо, как у нас называют, особо успешные бизнесмены, их жены, там, и мамы с папами. Так вот, эти люди, естественно, обесцененную гривну несут на первичный рынок, потому что первичный рынок, во-первых, превратился в такую прачечную машину, когда можно легализовать это все дело, да, через приобретение недвижимости. Ну и таким образом они пытаются сохранить от девальвации гривну, и это тоже, в общем-то, совершенно понятно. Поэтому мои предположения, что по первичному рынку гипотеза всего лишь мы будем видеть в следующем году, также повышение стоимости квадратного метра. Почему? Потому что печатный станок никто не отключал, и люди, у которых есть эти деньги, они, естественно, будут нести на первичный рынок. Так, давайте попробуем подвести итоги. О первичном рынке я вам все, как бы, уже рассказал подробно, о вторичном тоже рассказал. Еще раз повторю, что мы не печатаем доллары, и, скорее всего, мы будем наблюдать в следующем году, может быть, к концу первого квартала, смешение стоимости квадратного метра на вторичном рынке, где все продается за доллары, друзья. Ну вот, вроде бы, как и все. Все, пришло время прощаться для того, чтобы вы знали, что происходит на рынке недвижимости Украины. Вам необходимо, что сделать? Ну, правильно подписаться на мой канал. Вы также можете меня обсуждать, критиковать. Особо умные и одаренные могут там писать гадости всякие. Но если, друзья, я прошу вас, есть аргументы, я вот правда с удовольствием отвечу. У меня есть аргументы, и я их вам, в общем-то, демонстрирую в виде статистических данных. Еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга и компания Alim Consulting. Готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я надеюсь, станут для вас компасом или же картой в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Продолжение следует...